ребята привет с вами рубрика как всегда разогрел и съел ну что сегодня мы с вами не будем ничего разогревать а будем только есть смотрите мы сегодня будем тестировать некие наборы суш вообще и мне никогда не попадались они на глаз то есть я один раз видел в виде веера такой ну кто это покупает кому это нужно ну раз это продается значит кто-то это покупает и кому-то это нравится поэтому я решил сегодня затестировать мы взяли два разных набора один называется тамага осака ну об этом немножко попозже ну и надо же было какой-то соус взять но с чем суши у всех ассоциируется только с имбирем да с васаби текст его сами ложкой могу есть сегодня он в конце ролика это продемонстрирую просто столовую ложку даже не поморщусь я может поймешь хрен васаби японский хрен из натурального корня так что сегодня мы его тоже с вами проверим вообще у меня такое чувство что это не очень вкусно потому что суши должны быть свежие свежего лосося какие-то свежих компонентов поэтому не будет очень интересно с вами вместе сегодня попробовать и поставить оценки давайте посмотрим суши поближе ну что же первый набор называется осака в его состав входит суши сакени гири две штуки филадельфия калифорния калифорния тобиками калифорния тобик очень нравится ролл бостон я о нем ничего не знаю но я думаю что скорее всего это вот он здесь соевый соус васаби имбирь и палочки ну посмотрим ну что для начала срок годности он значит седьмого числа сделан 12 заканчивается срок годности у него то есть пять дней вполне себе наверно неплохо было бы если бы не состав я не сказал бы что здесь какой-то сильно что-то плохое есть но здесь очень много е элементов это в основном усилители вкуса ну гальтонат натрия и т.д. вот честно говоря я будет найти ничего такого плохого не вижу я лично хочу вообще как хочу рецепт где его даже буду использовать просто как усилитель вкуса мне кажется что это не очень вредно в любой элемент вреден если его перебарщивать здесь наверное река все это подобрано плюс здесь очень много красителей не знаю зачем они используют их регуляторы кислотности и 260 в общем тут можете поставить на паузу почитать также еще и элементы есть в васаби который используется в имбире короче вот здесь по этому поводу все вот так второй набор выглядит аналогичным образом только здесь немножко другие суши тоже есть бостон спойду в общем сами можете прочитать выглядит неплохо мне нравится вот эти вот они как этот как и как и не точно как пьянь в общем мы сегодня с вами это дело все попробуем мне очень интересно насколько натуральный я очень так не могу сказать что фанат суш ну посмотрим может быть это будет и вкусно и вот такой вот баночка сенсой фирма я сенсой мне очень нравится я беру постоянно кто-то в комментариях даже спрашиваю лёв какой-то соевый соус берешь вот такая как может реклама сказать нет я беру именно сенсой что он стоит адекватных денег и в больших этих и литровую покупая бутылку мне хватает они знают на полгода вот что касается хрена васаби ребят к сожалению состав будет не увеличить ну очень мелко здесь все это написано могу сказать что там присутствуют загустители эти самые которые за цвет отвечают ну ничего такого сверхъестественного опять же повторюсь нету его мы сегодня тоже попробуем ну что же давайте вскроем посмотрим попробуем так сказать мне интересно что с комплектации так сказать палочки уже видны просто интересно как здесь тут все как плат такая знаете напоминает бокс как в самолетах подают в некоторых авиалиниях это у нас соевый соус видео в пакетике ну все порционно все неплохо палочки еще посмотрим как они тут сделаны ну что и вот второй бокс они отличаются только содержанием разными сушами пахнет вкусно свернута не самым лучшим образом мне кажется что можно было это сделать аккуратнее ну хотя докапываться до этого это по меньшей мере смешно давайте попробуем что это за суши у нас такие так вылили соевый соус я не знаю как вы любите суши пробовать скажем так я люблю немножко добавлять васаби которая здесь да удобно и растворяю в соевом соусе тут уже кто как любит вы сети обязательно замутим свои суши напишите в комментариях надо ли показать вам мне если честно очень нравится запеченные суши я спокоен к филадельфиям вот к этим ко всем а вот запеченные сушики это то что нужно еще такую шапочку сырную на них сделать напишите в комментариях если надо замутим это вообще легче это легче чем стейк готовить просто нужно немножко приноровиться ну ладно давайте попробуем начале какой-нибудь один мы сейчас смотрите просто это глупо будет и сейчас буду каждую суши ну пробуйте говорить вам какой-нибудь что-то по поводу вкуса мы сейчас попробуем все более-менее и вам скажем начало это будет не я все-таки хочу быть чем начать все как-то выглядит так интересно ну ладно столика попробуем филадельфии ага ну смотрите сразу могу сказать что она разваливается вот она здесь видно ну и вот это видно ну и что это такое ладно ну что вот мы и попробуем и замечательные суши ребят ну честно будут это стыдоба вообще до хрена вот это продавать сейчас дождите вначале по деньгам просто скажу потому что нужно оперировать блин кто это покупает если это продают это кто-то покупает и кому-то нравится зачем это покупать один набор стоил 169 рублей 2 203 вот который 203 это в котором использовались эти нигири вот эти вот с лососем лосось безвкусный говорить о чем про свежесть лосось это по меньшей мере смешно вот никакое если вы хоть когда вы даже я не очень люблю евразию скажу вам честно ну то есть как бы я отношусь к ней спокойно на какое-то время было нормально потом испортилась потом кого-то у каждого есть любимые свои места где кто-то заказывает суши кто-то ходит в суши и пробует их вот это вообще отдаленно даже не ни в какую не катит с любой доставкой рис разварен он не склеен я беру палками вот я тут просто отвечаю сейчас вот прям при вас все это да я покажу очень приближенно это наташка сфокусируйся сейчас вот на этом вот смотрите чисто теперь видно да даже сейчас упаковку вот я беру сушь то есть вот вот ну вот вы понимаете да чем идет речь я ее не сильно даже зажимаю все вот и что это такое ну что это за хрень то вообще не знаю за эти деньги по моему даже в евразии есть там эти счастливые часы можно уже поесть их сушь но вот это вот просто шляпа полнейшая бред я говорю наташа я ставлю ну чё ты двойку ставишь поставлю тройку то исключительно из-за из-за Наташи да да не ну не серьезно такое делать я не понимаю зачем люди это покупают напишите в комментариях может быть ни в коем образе не хочу никого обидеть просто объясните мне зачем за эти деньги можно пойти купить недорогих этих суши мне например нравится я не знаю не помню как они называются вот в этой вот ташка куда черная штучка называется вот нори да именно чисто нори когда используется красная рыба внутри и рис самые дешманские но они мне нравятся больше всего ну и запеченные разумеется запеченные вообще отдельная история разумеется мы с вами их приготовим я покажу как это просто элементарно и очень вкусно но вот это даже называть суши я не хочу тем более знаете после того что мы прочитали состав там е е е ну хрен с ними с этими усилителями вкуса потому что я как-то с к ним стал относиться более но да 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 но я не чувствую усилителями вкуса здесь если усилительми вкуса там добавляют каком-то соусе ты ешь там как вкусно вообще не оторваться здесь такого нету не знаю я поставлю тройку балл наташка попросила за них не уж не знаю можете приплачивает они а ну может но они есть разных фирм не знаю ну напишите в комментариях если хотите мы еще попробуем но вот это советовать я никому не буду за эти деньги можно по сути пойти купить два набора но чуть подороже но это вы будете уверены что это будет свежая рыба здесь же эта рыба вот она попадает в рот ты даже не чувствуешь вот этой вкусы рыбы лосося там или что там используется да да абсолютно пресно и невкусно рис вообще убил вот вы ну вы видели я вам показал мне придумывать нет вот я показал то что у нас есть ладно закончили бомбить а то суши в комментариях все пишут лёха учете не нравится бургеры помощь мы делали а чё тебе не бомбанула то но бредом хотя бы фарш был вкусный хрен с не с этой булкой булка и булка не какой-то предвзятое на его скажете отношение к камератор вы ну да ладно васаби да а спасибо наташ зараза ко мне вроде как с ней в одной команде она обещал ну да мой язык мой враг пахнет кстати пахнет не столько васаби сколько хреном но здесь по моему так и написано что это хрен васаби начали чуть-чуть попробую ну что просто понять вкус а потом ложку обещаю ложку в самом конце съем короче вот прямо дождитесь самого конца ролика да это остро это остро кстати говоря какой-то такой сладковатый отличается от обычного васаби сто процентов могу сказать не только не совсем понимаю нет уксусности офигеть он острый он очень острый но могу сказать мне он не нравится обычная васаби вкуснее это более жидкая часа подойду покажу вам что вы просто понимали насколько жидкость насколько жидкость насколько она жидкая видно тоже вот то есть но вот такая вот она то есть как сказать наверно не наверно жидко ну что по оценке чуть месяца не очень так ничего не радует может весна пришла в общем чтобы подытожить по поводу вот этого соуса потому что по-другому я вот чисто васаби его не могу назвать возьмите там 50 грамм хрена и возьмите 50 грамм васаби перемешайте получится то же самое и воды немножко добавьте пятерку поставлю я любитель острого любитель васаби мне больше нравятся такие густые вот они чтобы она была это жидко остро вкусно немножко вкусно но если бы это были нормальные суши может быть и ничего бы уже голым-то это никто не ест мясо это не подойдет сто процентов по денежке получилось покупали в ленте стоило 70 рублей не знаю не знаю может быть конечно будет заказать как-нибудь домой суши попробовать с ним очень пятерка просто я может быть может быть не мою опять же ну а с вами был как всегда алексей грильков подписывайтесь на наш канал на ю тубе подписывайся на лайв-канал ссылочка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока ладно как обещал они же просят время чтобы я ел на камеру да право золотай не фу Субтитры сделал DimaTorzok